Это вот Потеряевская дорога, главная, по которой выезжает. Вот она как. Вот на этот грамм, щебенку. Ну сколько тут? 150 метров больше-то нет, наверное. Мне пришлось заплатить 232 тысячи. Только за щебенку вот эту вот. Это все государство должно делать. Дороги-то. Дорога основная, пункт. Ну и вот налево из Потеряевки как выезжать. А из города это значит направо. Тут съезд вниз. И дальше на трассу когда-то хотели делать. Насыпь насыпали. Ну а мы там пруды сделали. Первый, второй мостик. И сделали проходным. Там были везде прорвы, огромные прорвы. Теперь они ездили в Рыбске здесь. У них тут поля. Ну и все это разбили, дорогу. Ну а на кого песок тут. У них тяжелая Камаза. А этот их, который там фермер. Я фамилии не знаю. Вот сказать-то, кто в Рыбске смотрит, ему покажите. Этот вот ролик будет стоять. Он сказал. Ну да. И мы с ними разговаривали. Ничего он сам. Привезут и рассыпят щебень здесь. Ну вот рассыпали, подправить только. Правду привез. Это по сегодняшним меркам. Понимаете, люди настолько стали избалованы. Кто-то бы за них делал. А этот человек сделал. Фермер. Землю обрабатывает. Ему здесь намного короче путь-то. Ну и мы-то тут сколько вложили. И он даже вон до кучи и дальше идет. Вот. Вот я хотел показать. Смотрите, видно, что много привез. Камаз может быть. Ну, во всяком случае, засыпал все. И где они выезжали, теперь только тут подправить. Ну, это уже дело техники. Это лопаты. Вот кто это увидит, поблагодарите. Я очень рад, что с нами такие соседи добросовестные. Совершенно я их не знаю. Сегодня вот я приехал. У нас сейчас будет богослужение. 21-е. Рождение пресчистой богоматери Девы Марии. Я решил быстренько до богослужения съездить и посмотреть, что-то сделано. Сделано. Повторяю, это редкость. Дальше у нас та дорога, это Нарышковский пруд. Ну и все время боишься, чтобы приехали, не сожгли. Какие-то охотники приезжают. И, главное, выкопали, как вокруг обложили дерном. Костер, где видно, чтобы побыли. Там постреляли, утиные перышки валяются. И все сделали как надо. Я боялся спуск доски. Если им не хватает что-то. Люди ни перед чем не останавливаются. Давят друг друга, убивают, сбивают. Тоже хорошие какие-то люди. Рыбак, охотник. Пришел на один день. Лишь бы только отдохнуть. А дальше-то бег не горит. Нет, все сделали как надо. Я проверял. Тоже какие-то. Но это все приезжают люди местные. Может быть и городские. Но как-то такую даль заехать, ясно что знает. Городские, значит, были когда-то в Потеряевке, жили, потом уехали. Я благодарю Бога за все. Меня вот спрашивают. Такой у меня необычный путь в жизни был. Всякие разные. Как говорят, корявая биография. Не так, что жил, учился, закончил. Поставили на должность. Партию вступил. Получает деньги. Там 400-500 тысяч в месяц. А учительница там 14-16. Не было. Все время горбом. И отец наш так работал. Тополя рядом какая-то раз. Поперек. Тополинная трасса. Здесь вот. Мы привыкли к тому, к чему нас учили родители. Вот это вот заложить надо до 4 лет в ребенке. Это люди. Я хотел бы ближе с ними познакомиться. И когда меня спрашивают в моей биографии. Что самое важное в вашей жизни было? Ну, что было? Когда самая сильная молитва была? Я скажу. Самая сильная молитва у меня была, когда я сидел в тюрьмах. Вот. Когда я лежал на операционном столе, я молился. Это самые сильные были. Ну, и потери. Когда человек уходил от Бога. Это у меня самые сильные потрясения были. Все тогда. Я все не пил, не ел. Только молился и плакал. До истощения. До обезбоживания организма. Слезы день и ночь. Верни, Господи, эту душу. Верни. Он бывает близкий, а бывает так человек малознакомый, но хороший. И вдруг он совратился куда-то, потянулся не туда. Вот я благодарю Бога, что я узнал, как много у Бога хороших людей. Это первое, что самое важное в жизни. И важно то, что эти люди встретились мне. И это не все. Эти люди приняли самое деятельное участие в том, что я делаю. Я вот пришел к выводу, что судьями, прокурорами, судей всех рангов нельзя ставить неверующего. Это взятка миллионная, миллиардная. Пусть он будет буддист, мусульманин, христианин. Любой, кто верит в загробную жизнь, что будет это. А если этого нет, ничего и не будет. Особенно прокуратура. Прокуратура с обвинительным уклоном. Ну и везде это так. Она назначена Петром Первым была именно для этого. И она, может, и нужна была при таком раздрае нечестности. И в моей жизни встретился человек из прокуратуры. Один из самых лучших в моей жизни. Прокурор Алтайского края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. Его многие знают. Я видел там фотографии. В поклоне друг другу Путину. И он награду получает. Он сейчас на пенсии. Параскун Юрий Федорович. В прокуратуре. Никакого обвинительного уклона. И, может, у нас в Потеряевке было по-другому, как бы не. Он всегда назначал комиссию. Приезжает на месте, смотрит, расспрашивает отчет. Они ему дают. И меня спрашивают, ну как? Здесь так, отчет. И в Думу написал везде. Отписка. И ни разу никто не приехал. То есть времена очень сильно меняются. Я 45 лет начальник детского лагеря был. Создатель его. И говорят, вы замечаете перемену в детях? Даже сравнивать нельзя. Это не то, что другое поколение. Это другие люди. Дети. Особенно это в детях заметно. Не то, что там деградация. А уничтожение прежнего человека. И как будто все к этому направлено. Даже при коммунистах так не было, как сейчас. Жадность. Деньги. Там было и репрессии, и убийства. Ну вот так вот. Я благодарю Бога, что у меня есть возможность сравнивать. У меня всегда встречались добрые люди. Вот сейчас нападают каждый день на нашем видеоканале. А там 12500 роликов. Ну нападают. Ну просто там боты называют. Роботы, тролли. Кто бы там ни был. Они не знают ничего. А когда приезжают такие люди, падают в ноги. Прости, я не знал, я говорил, а тут оказалось не так. Не так. Да простит Бог. На этом тоже не надо зацикливаться. Прощение получил, начинай трудиться. Вот так, чтобы кто-то откуда-то приехал у нас был в лагере. Или вот так вот лично встретились. И он такие пакости писал. Там матерки ни одного. Это люди заводчины, там натравленные. Кем-то им заплатили, чтобы они поносили. Это я кое-что узнавал. Я благодарю Бога и за это. И за врагов, и за друзей. И за здоровье, и за болезни. Написано, за все благодарите. 1 Фессалоникийцам 5.18. Вот в моей жизни, не считая, что я уверовал, рожден свыше и быть Вадимом Духом Святым. Это главная цель жизни человека. Быть со Христом. Прославить Его. Вот сегодня я пришел, посмотрел и очень возрадовался, что это человек, который машину разбили трассу, но они тоже получили выгоду не ездить вокруг. Километры считать вокруг. Петлю такую делать. Они прям напрямую. Если кто посмотрит из Урывских, ну, знаете, ищи здесь поля и поблагодарите. Я бы хотел лично с ними познакомиться. И охотники, которые такие вот. Я очень хочу видеть таких людей. Увидеть их. Да благословит вас всех, Господь. Аллилуйя.